Активно начавший матч хозяева уже на первой минуте отметились атакой, прерванной офсайдом у Нидергауса. Удар Беркетова подтверждает серьезность трехочковых намерений волгоградцев, а в следующем эпизоде еще не притупленная дебютом длительность защитников не позволяет пасу Нидергауса дойти до Веретенникова. Вскоре Арифулин оправдывает репутацию жесткого оборонца, грубо встречая Брамова. После розыгрыша штраф новой фланговой подачи Есипова ошибка подшивалова на выходе дарят почти стопроцентный голевой шанс Нидергаусу, но тот попадает в штангу. Локомотив пытается перевести свой бронепоезд на атакующие рельсы, но Олеников цепок в борьбе с Ласьковым. В следующем эпизоде счет мог открыть Дерайщенко, однако удачно сложившийся подшивалов оставляет нули на табло. Неудачный опыт Нидергауса доказывает, что компания трех защитников не лучшая подспорья для пополнения голевого запаса. В ответном набеге московские железнодорожники зарабатывают штрафной для Смирнова, но удар последнего далек от эталона. Первый тайм так и не заканчивается последним шпуром у кого-либо из соперников, и окончательное решение вопроса победителей переносится на вторые 45 минут. Дебютный штрафной в исполнении автора 99 мячей в российских чемпионатах доводит напряжение и ожидание сотого гола до максимума. Вязкость борьбы, завязавшейся с начала второго тайма, красноречиво говорит о том, что этот матч будет играться, как говорится, до гола. Трибуне надеются, что этим голом станет юбилейный успех Олега Веретенникова, но у приезжих мастеров иное мнение. В результате остро проникающей в штрафную ротора атаки Смирнов оказывается с глазу на глаз за Харчуком. Через несколько секунд победа улетает от гостей вместе с пущенным выше ворот мячом. А затем наступает 60-я минута. Уже вышедший на замену, но еще не успевший выйти на поле Борзенков, выбрасывает аут на Беркетова. А мгновением позже изумленным передачей защитникам локомотива остается лишь наблюдать за историческим взятием ворот. Пять лет, четыре месяца и три недели занял у Олега Веретенникова трудный путь к сотому голу. Оставшиеся до конца матча 30 минут запомнились лишь упущенной Максимом Тищенко стопроцентной возможностью для взятия ворот. Бесполезно и хаотично атаковавшие в концовке москвичи, похоже, и сами не верили в то, что им удастся омрачить после матчевой торжества хозяев ответным голом. Все происходившее после финального свистка мы оставляем без комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!